МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти шокирующие кадры, снятые в октябре 2011 года, облетели весь мир уже через несколько часов после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. КРИКИ Массовое помешательство охватило этих ливийцев. Рассмотреть их лица невозможно, они потерялись в толпе, безжалостной, безумной, разъяренной. Еще вчера эти люди обожествляли своего правителя и были готовы идти за ним до конца. Сегодня они, поддавшись необъяснимому жестокому зову толпы, что из сил истязают тело убитого полковника. Товарищ мой, когда приехал, он говорит, ничего не могу понять. Люди говорили искренне. Я знаю, что месяц назад этот человек и вся его семья, это не наигранно было, они верили в него, ну как в бога. И вдруг за месяц какие-то странные перемены у этого человека, то есть он просто люто стал ненавидеть Каддафи. На этих кадрах видно, что разъяренную толпу не унять. Каждую минуту к буйствующим ливийцам подтягиваются все новые участники. Сила толпы в анонимности, да? Я знаю, что я не я, все, я без... Я уже на все плюю, вот, я освобожден от груза социальных ролей, вообще своей личности, я раскрепощен, могу делать все, что угодно. Почему, оказавшись в толпе, человек теряет свое «я»? Что движет толпой и делает ее сверхсильной, способной уничтожить абсолютно все на своем пути? Последние исследования, проведенные немецкими учеными, стали настоящей сенсацией. Они выяснили, что толпа – это единый биологический организм со своими эмоциями, чувствами и желаниями. Более того, ученые доказали, что страх и злость имеют свой запах, который люди чувствуют и который их притягивает. Так люди, словно звери, подавшись животным инстинктам, идут на запах страха, злости или радости, чтобы стать частью толпы. Как магнит, она тянет к себе и затем берет власть над волей и сознанием, превращая разумного человека в безумца. Издевательства над телом Муаммара Каддафи длились почти пять часов. Тело бывшего ливийского лидера протащили за ноги по улицам Сирта, его родного города. Все те, кто тогда призывал остановить эти чудовищные истязания, были убиты. Толпа, охваченная злобой и необъяснимой эйфорией, никак не могла остановиться. Массовое безумие продолжалось еще несколько дней. Эмоциональное окружение может нарастать, накручиваться днями и неделями. Вот люди вроде вечером расходятся, с утра где-то к трем часам опять начинают собираться, и вот это вот общее возбуждение, оно очень долго может держаться. Тогда эти ливийцы забыли, кем они являются и по каким законам живут. Они просто стали частью единой толпы, руководимой животными инстинктами. Никто, даже новые правители Ливии, не рискнули вмешаться в происходящее безумство. Если человек в обычной жизни может быть очень интеллектуальным, очень культурным, вежливым человеком, то попав в толпу, он приобретает именно такие звериные инстинкты, как агрессия. Последние исследования физиологов доказали, когда человек попадает в толпу, в его организме происходят серьезные изменения. Учащается пульс, меняется давление и настроение. Причем это напрямую зависит от того, в каком эмоциональном состоянии находятся окружающие его люди. Испытывают они радость, эйфорию или агрессию. Под влиянием эмоционального окружения, традиции и вообще все это наносно, культурное, оно подавляется. Я говорю, происходит эволюционная регрессия. Во Франции во время революции описаны случаи, когда толпа этих цивилизованных французов, конец 18 века, ненавистного царедворца разрывала, буквально разрывала тело и съела. Знаете, вот эта толпа превращается в некое экстазионное чудовище. Более того, ученые определили, что пока человек находится в толпе, физические возможности его организма возрастают в несколько раз. Повышается выносливость, появляется необычайная сила. Именно поэтому чаще всего толпа становится опаснее стихийного бедствия. Упиваясь свободой и безнаказанностью, толпа способна разрушить все, что попадается ей на пути, и под одобрительные возгласы наблюдателей убивать тех, кто пытается ей противостоять. Так несколько лет назад сотрудник театра «Рант» Аветик Хачикян чудом остался жив, оказавшись на пути безжалостной неуправляемой толпы. Я был на сцене в это время, когда мне позвонили и сказали, что толпа ломает, бьет, переворачивает машины. А у меня стояла там машина на этом, на служебном входе. Спустился я вниз. Вроде бы не было никакой толпы. На всякий случай Аветик решил переставить свой автомобиль во двор. Он вышел на пустую улицу и увидел, как всего за несколько секунд перед ним выросла огромная толпа. Случайные прохожие, оказавшиеся на пути уликующих людей, были в буквальном смысле растоптаны или с криками примыкали к ним. Совсем скоро толпа стала настолько большой, что даже движение машин на улице было парализовано. Человек, я не знаю, 200-300, так не посчитаешь. Они вот пробежали, и дальше толпа снова шла. И толпа увеличивалась. Вот сначала было человек 5-6, там 10, а потом уже человек 20-30. Аветик понял, что разъяренная толпа движется прямо на него, и нужно как можно быстрее укрыться в безопасном месте. Подошел к машине, а там уже бьют железными прутями машину. Я решил, пускай машину бьют. Развернулся, дойти до проходной, но не дошел двух шагов. Как только мужчина бросился обратно к дверям театра, он ощутил мощный удар по голове. Получил удар затылок металлическим прутом. Они били все подряд. И стекла били, и машин били, и людей били. Удар был настолько сильный, что Аветик в то же мгновение упал на землю. Уже лежащего практически без сознания мужчину продолжали избивать. Все это смотрели сверху ребята, мои работники. Они боялись просто выйти. Дождались, пока толпа вся эта пройдет, волна пройдет. Тогда уже меня забрали. После этого случая Аветик пролежал целый месяц в больнице. Многочисленные переломы, гематомы и черепно-мозговая травма. Только на голову хирурги наложили 16 швов. Спустя несколько дней, лежа в больнице, Аветик узнал, что в тот роковой день, 9 июня 2002 года, на Манежной площади болельщики следили за футбольным матчем Россия-Япония. Собрались посмотреть, побалдеть. Ну, Япония какая-то, понимаете, там, вроде придавим, да. Никогда они в больших футбольных этих самых мастерах не ходили. Но на 51-й минуте матча японская сборная неожиданно для всех забивает гол. В толпе болельщиков происходит волна негодования, и в это мгновение на экранах появляется рекламный ролик. Они просто как бы под общую эмоцию стали давать рекламу, там, этим что-то они там молотком, что-то молотком они там почему-то стучали, это тоже возбудительно сработало. И наши еще и проиграли, гол пропустили. И тут началось все это вполне стихийно. Банальный рекламный ролик, в котором человек вейсбольный битый со всей силы ударяет по стеклу автомобиля. Подогрел и без того возбужденных болельщиков. Те, кто участвовали именно в самих погромах, те, кто не зачинщики даже, скорее, а ведомые люди, они испытывали как раз подъем большой. Они испытывали действительно такие чувства, что да, мы самые сильные, мы все можем, мы крутые. Всего за несколько минут обычные болельщики превратились в безжалостных убийц. Манежную площадь затянуло дымом от коктейлей Молотова, горели мусорные урны. Не дождавшись окончания матча, неуправляемая толпа болельщиков стала крушить витрины магазинов, разбивать и поджигать автомобили, избивать случайных проходов. Происходит вот такое превращение. И все эти монстрики, которые в нем живут, они вылезают наружу. А поскольку интеллект отключается в этот момент, да, критики нет. То есть человек, грубо говоря, вот по-хорошему, он не понимает, что он делает. Это именно измененное состояние сознания. И практически, ну, вот все исследователи, и Либон, и Фрейд, и тот же Чижевский, они все говорят про то, что толпа находится как бы в состоянии гипноза. Тогда никто из этих молодых ребят, которым едва исполнилось 18 лет, не мог объяснить, почему они вдруг стали частью жестокой толпы и с таким упоением избивали людей и крушили все на своем пути. Позже из протоколов допроса станет ясно, что большинство из них отчетливо помнили только то, что на Манежную площадь пришли поболеть за российскую футбольную сборную. Остальные воспоминания словно в тумане. Я у ребят спрашиваю, а зачем вы это делали? Причина в чем была? Они сидят, молчат, никто ничего не говорит. Как будто это не те люди были. Бешеный взгляд, вот это именно бешеный взгляд, и такое состояние, что, я не знаю, как-то... Вот взять и сделать больно человеку, или разбить, или поджечь. Но они еще и поджигали машину, да? И от этого, наверное, получают удовольствие. Но если толпа разъяренных болельщиков не отдавала себе отчета в том, что происходит, то как объяснить тот факт, что после матча к ним подтянулись и те, кто следил за игрой дома? Какому необъяснимому зову поддались эти люди? Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, Павел Свиридов, утверждает, что люди вышли на улицы не случайно. Все они были под влиянием аномального солнечного излучения, которое летом 2002 года фиксировали все крупные обсерватории. По прогнозам ученых, в середине лета 2002 года солнечная активность должна была пойти на спад. Однако этого не случилось. Наоборот, на Солнце одна за другой произошли мощные вспышки. Именно они, по мнению исследователей, могли вызвать у людей приступы спонтанной агрессии. И в том числе стать причиной беспорядков, которые 9 июня произошли на Манежной площади. Когда Солнце находится на пике, происходят революции, восстания, войны. И это действительно подтверждается так. Скажем, в 1905 году Солнце было активным. Произошла революция, русско-японская война. В 1917 году тоже Солнце было на пике активности. Добавляем там еще 12 лет, 29-30 год. Кризис мировой, формирование, так сказать, такое, формление неких диктатур Гитлера, там, Сталина. Открытие ядерного, так сказать, оружия. Но действительно Солнце задает некий ритм. Этому необъяснимому солнечному ритму неосознанно подчиняются абсолютно все люди. Более того, исследователи утверждают, что паническое настроение, повышенная возбудимость или агрессия могут появляться в тот момент, когда на Солнце происходят взрывы. Некоторые исследователи уверены, что прокатившаяся недавно по миру волна арабских революций, многочисленные уличные безумства и митинги – это результат процессов, происходящих за много миллионов километров от нас, на Солнце. Более того, существует способ, с помощью которого можно отследить, как потоки космических энергий управляют массами людей. Для этого нужно проанализировать движение толпы. По мнению экспертов, оно всегда не случайно. Собралась толпа в 2002 году на Манежной площади, чтобы посмотреть футбол России-Японии. Здесь очень много народу, но мы наблюдали различные очишки турбулентности. То есть толпа ведет себя подобно в вихревой среде. И вот эти очишки турбулентности всегда имели некое направление движения. И когда некий суммарный вектор складывался вот этих неких завихрений, то образовался гигантский вектор, который позволял максимально реализовываться по правостороннему движению. И мы видим, что толпа, которая шла в этом направлении, была более агрессивна, была направлена на разрушение, она была более дерзка и смела. Невероятно, но на записях видно, что на правой стороне улицы действительно разбито больше машин и витрин магазинов. Толпа с невероятной злобой избивала абсолютно всех прохожих, которые оказались у нее на пути. Соответственно, толпа – это своего рода некая вихревая структура. И она имеет четкую привязанность к вектору движения, вектору вращения. Если он совпадает с вектором вращения планет Солнечной системы, то он высокоэнергетичен. Если же он противоречит, то толпа охладевает, распадается и перестает быть агрессивной. О влиянии планеты Солнца на человека впервые заговорил известный советский ученый Александр Чижевский. Однако тогда биофизик не располагал техникой, которая могла бы доказать его гипотезу. Но теперь современные технологии позволяют мгновенно фиксировать даже самые незначительные изменения на Солнце. И ученые, наконец, смогли доказать, что Чижевский был прав. Так астрофизики подсчитали, что 60% социальных потрясений на Земле происходит в годы высокой активности Солнца. Однако русский ученый говорил еще об одном необъяснимом факте – мощном влиянии на Солнце Плутона. Планеты, которая находится дальше всех от звезды. В 2008 году Плутон вошел в знак Козерог. И он там будет идти до 2023 года. Козерог управляется Сатурном. Вот планеты, которые символизируют официальные властные структуры. Соответственно, этот транзит, прохождение Плутона по этому знаку в течение, по сути, 14-15 лет, будет связан с тем, что на Земле закончат свое существование все диктаторские режимы. По одной из версий, к 2023 году по миру снова прокатится волна революции. Люди, жаждущие перемен, будут выходить на улицы, движимые какой-то необъяснимой силой. Вот только чем закончится этот всемирный бунт? Я даже как бы гроша ломаного не поставлю на судьбу того человека, который будет цепляться за власть. Потому что уйдут вот эти диктаторские режимы в Корее, даже и в Китае власть будет очень сильно трансформирована, не говоря уж про Россию. К 20-му году это все будет сломано и смятено. Однако пока астрономы с точностью могут сказать только одно. Все планеты уже находятся во власти Плутона. А это означает, что механизм, который принесет за собой серьезные мировые изменения, запущен. Так, в 2008 году, когда Плутон вошел в знак Козерога, в Сербии разразился новый политический кризис. В этом же году в Мавритании совершен военный переворот. А в России только за первый месяц 2008 года было зафиксировано 93 акции протеста в форме митингов, пикетов, сходов и маршей. Плутон сметет все, что отжило, все, что потеряло жизнеспособность. И вот эти официальные структуры, которые игнорируют волю масс, свободное волеизвление, органы местного самоуправления, и устанавливают единоличный режим правления, до 2023 года они будут сметены. И этот процесс уже пошел. Развалились режимы наиболее одиозные, которые, вот мы уже упоминали, там, Каддафи, там, тот же самый Мубара, которые сидели там десятилетиями на своей власть. Ученые утверждают, влияние планет Солнечной системы, а также самого Солнца, настолько велико, что это отражается абсолютно на всех сферах человеческой жизни. Более того, космос оказывает сильнейшее влияние на психику людей. Такие вакуумные потоки посылают все вращающиеся объекты во Вселенной. Вращаются все. Планеты, звезды и так далее. Такой вращающийся объект создает вакуумный поток, который вылетает по оси вращения в обе стороны. И в науке это называют торсионными полями или торсионными излучениями. Они могут влиять и на чистое физическое здоровье, и на психику. Исследователи утверждают, эти потоки воздействуют абсолютно на все живое. Они излучают сильнейшую энергетику, которую улавливает человеческий мозг. Но зачастую мозг просто не способен выдержать такого мощного излучения. И тогда человек просто теряет над собой контроль. Физический вакуум, подобно радиоволнам, имеет различные частоты колебаний. От нуля до максимальной частоты 10 в степени 44 Гц. И наш мозг все время настроен на ту или иную частоту колебаний физического вакуума. Точнее сказать, не мозг, а наше тонкое астральное тело постоянно колеблется с некоторой частотой. И по этой причине мы все время пребываем в резонансе на той или иной частоте физического вакуума. Впервые феномен влияния космической энергии на человеческий мозг и его психическое состояние был описан американскими моряками, которые в 1792 году стали случайными свидетелями трагедии, произошедшие на одном русском судне. Русское поморское судно, возвращавшееся с Грумонта, теперь и Шпицберген, где-то посередине дороги произошел очень странный случай. На судне находился его хозяин, купец Рыбин, и там же находился его сын, еще подросток. Мальчику было 14 лет. Он с трудом переносил длительное путешествие и уже несколько дней не вставал с кровати. Это было уже ночью во военнополярное сияние. В определенный момент больной, фактически не встававший сын хозяина судна, поднялся на ноги, выбрался на палубу, сумел растолкать взрослых матросов, которые пытались его удержать, бросился за борт и начал плыть, гайсти в сторону полярной звезды. Спасти его, разумеется, не удалось, поскольку это было уже где-то в Баренцевом море. Вскоре описания подобных случаев стали появляться все чаще. Абсолютно здоровые матросы, охваченные необъяснимым чувством паники, бросались за борт и кончали жизнь самоубийством у всех на глазах. Комиссия, разбиравшая эти загадочные случаи, заметила странную закономерность. Все трагедии происходили в Арктике и обязательно в тот период, когда было полярное сияние. Изучив все истории, исследователи назвали этот феномен арктической истерии. Когда мы говорим арктическая истерия, прилагательная, которая стоит здесь на первом месте, она, разумеется, не случайна. По двум причинам. Во-первых, это явление проявляется только севернее северного полярного круга. А во-вторых, сами проявления арктической истерии очень четко связаны с представлением о севере, с направлением на север. В частности, с северным сиянием и с полярной звездой. Исследуя это явление, ученые заметили странную закономерность, которая подтвердила теорию Чижевского о влиянии Солнца на человека. Когда небо на северном полюсе озаряется полярным светом, это означает, что частицы солнечного ветра, попадая в атмосферу, влияют на магнитное поле Земли. Именно в такие моменты человек может испытывать сильные головные боли и поддаваться необъяснимой панике. Иными словами, арктическая истерия – это результат воздействия Солнца на людей. Однако это лишь одна из версий. Определить, что именно заставляет людей совершать массовое самоубийство, ученые до сих пор не могут. Дело именно в близости к полюсу, судя по всему. Нам хорошо известно, что мозг производит определенное электромагнитное голебание. И с одной стороны, с другой стороны, как любой передатчик, может работать приемником. Точно так же и мозг не только излучает определенные электромагнитные волны, но и может воспринимать электромагнитное излучение снаружи. А северные и южные полярные области – это зоны, где магнитное поле особенно нестабильно. Человеческий мозг, словно радиоприемник, улавливает космические электромагнитные колебания, которые настраивают нас на состояние покоя, агрессии или паники. Но некоторые исследователи утверждают, подобное воздействие можно оказывать и искусственно. Более того, подчинить своей воле можно не только одного человека, но и целую толпу. И тогда она станет идеальным оружием. Недавние открытия психологов говорят о том, что любого человека можно запрограммировать на определенное действие. При этом подопытный не будет осознавать, что находится в чужой власти. Но что, если под такое воздействие попал не один человек, а группа людей? Или еще хуже – целая толпа, которую можно превратить в бесстрашную и легкоуправляемую массу? Один из таких методов воздействия на человеческое сознание давно находится в арсенале военных и спецслужб. Это метод скрытой информации. Существует такой феномен 25-го кадра. Многие о нем могли слышать. Что это такое? Наш человеческий взгляд воспринимает 24 кадра. 25-й кадр глазом не улавливается. Тем самым в некий фильм или в некий мультик можно вставить определенный фрагмент с какой-то надписью. Первые эксперименты по использованию приема 25-го кадра, то есть скрытая информация в видеороликах, провел американский исследователь Джеймс Викари в 1957 году. Взяли обычный фильм в кинотеатре, в прокате, вставили туда вставку. Вследствие этого в этой вставке было написано «Возьми зеленую анкету». После сеанса посетителям кинотеатра объявили при выходе просьба заполнить анкету, написать ваши отзывы о кинотеатре, о фильме. И предлагали три варианта. Зеленая, желтая, красная. Вот зеленые анкеты разобрали практически все. То есть их не было в достаточном количестве. Несмотря на то, что подобные эксперименты были официально запрещены, отследить использование приема 25-го кадра практически невозможно. И если производитель захочет закодировать какую-либо информацию в свое видео, то сделает это с легкостью. Тем более, для того, чтобы увидеть и усвоить скрытую информацию, достаточно всего минуту посмотреть ролик с закодированным посланием. Механизм действия запущен, а дальше все сделает подсознание и окружающие люди. Так ученые установили, что испытывая радость или гнев во время просмотра видео, человек непременно должен получить эмоциональную поддержку от того, кто сидит рядом с ним. Если он уловит ту же эмоцию, то подсознание испытает в этот момент удовольствие. Эмоции других людей, которые очень заразительны. Потому что представьте себе, что рядом с вами один человек начинает плакать, второй человек начинает плакать, третий человек начинает плакать. Ну, как-то вот, да, либо надо бежать из этой ситуации, пытаться уйти из нее, либо плакать вместе с ними. А значит, печаль, к примеру, переходя от одного человека к другому, быстро может перерасти в истерию. Нечто подобное произошло 19 декабря 2011 года в Северной Корее, когда мировые информационные агентства сообщили о смерти лидера Ким Чен Ира. Два дня Пхеньян скрывал эту новость от общественности. Когда же корейцы узнали, началась настоящая народная паника. Там, мол, ешьте вода сюда. Когда мы смотрели эти съемки, как вся страна билась в истерике, но многие искренне были. То есть для них это внушалось, когда с пеленок, первое, что они видели, это портрет, только человек научился что-то различать маленький, и всегда он видел перед собой портрет вождя. Всеобщая истерия и массовое помешательство. Именно такими словами описывали происходящее западные телекомпании. Тысячи людей, от детей до высших военных чинов, плакали на городских площадях, в учебных аудиториях, на своих рабочих местах. В общем, надо было плакать, чтобы действительно показать, что ты действительно скорбишь. Если ты как-то выражаешь свои эмоции скупо и очень сдержанно, действительно на тебя могут посмотреть и подумать, что ты, в общем-то, на душе у тебя какие-то другие мысли. Северокорейский народ несколько дней оплакивал умершего лидера. Но вскоре слезы сменило безумие и неуправляемая истерия. Люди выходили на улицу, падали на землю и бились в истерике. В заголовках западных газет стала появляться информация о том, что в Корее начался массовый психоз. Прощание с лидером длилось целых 11 дней. Когда ты заражаешься их эмоциями, то вроде уже и тебе и горестно, и ты понимаешь, почему они плачут, и тебе становится еще горше, и когда к вам присоединяется, так сказать, еще 50 человек, то вы уже просто рвете на себе волосы, и вам совсем плохо. То есть здесь идет раскручивание эмоций. Психологи называют подобное состояние толпы эмоциональным экстазом, вывести из которого очень сложно, но реально. Однако бывают случаи, когда толпу объединяет не общее горе, а радость или любовь к одному человеку. Позитивный мотив, по мнению исследователей, делает толпу просто неуправляемой. На родине конфуцианства сегодня новая религия. Настоящая витасомания охватила Китай. Его снимают в китайских фильмах, о нем говорят во всех СМИ. Рингтон и его песен раздаются из всех мобильных телефонов. Ему подражают, ставят памятники, в общем, просто боготворят. Оздоравливаться на концертах Витаса ходят буквально миллионы. Можно слушать, можно смотреть, а лучше всего, конечно, приложиться и тут же упасть в обморок, как на сеансе Кашпировского. Секрет популярности Витаса до сих пор не могут разгадать ни сами поклонники, ни музыкальной критики. Однако некоторые исследователи утверждают, что публика сходит с ума в те моменты, когда певец берет высокие ноты. Именно такая частота звука, напоминающая тонкий свист, доставляет необъяснимое наслаждение человеческому уху. Это что-то похожее на инфразвук. То есть человек, конечно, не может в чистом виде издавать, но, допустим, я знакомился с цыганами, с конокрадами, они такой свистящий издают. То есть вроде он ничего не говорит и такой, как бы, вот такой легкий свист издают. Невероятно, но такой свист способен усмирить целое стадо лошадей, не говоря уже о целом стадионе фанатов. Так животные, которые еще минуту назад были совершенно неуправляемыми, услышав этот звук, в то же мгновение становятся покорными. Точно так же происходит с людьми. Ученые установили, что музыка оказывает серьезное влияние на организм человека. Более того, мы улавливаем музыкальные колебания не только ухом, но и всем телом, невольно подстраиваясь под звучащий ритм. Диафрагма в организме. Это некая пленка, которая разделяет верхнюю половину толща от нижнего половины толща. Все вибрации воспринимаются именно диафрагмой. Любые, скажем, электромагнитные импульсы, которые вокруг нас, они также ложатся на эту диафрагму. Что происходит? Играет музыка, эта диафрагма начинает вибрировать в такт этой музыки. Вот в зависимости от внутреннего ритма человека эта мембрана может вибрировать в определенном режиме. Так, если ритм музыки становится очень быстрым и диафрагма не может его выдержать, начинается внутренний диссонанс. Иначе говоря, мы начинаем испытывать раздражение и агрессивность. Если же музыка не выходит за рамки возможного диапазона и долгое время играет в одном и том же ритме, то это может ввести человека в состояние транса. Этот шум вводит человека в трансовое состояние. Он вызывает раздражение определенных участков коры головного мозга. Вследствие этого человек может попадать в состояние либо агрессии, либо, наоборот, подавленности, внедренности, либо состояния расслабленности. Состояние транса чем-то напоминает сон, когда человек воспринимает все окружающее немного иначе, не очень четко. В это время он частично теряет над собой контроль. Более того, в состоянии транса все ощущения сильно притупляются. Человек перестает чувствовать боль, усталость и становится легко управляемым. Включаются ненужные рецепторы. То есть рецепторы, которые ненужны для выживания. Если этот момент даже ему нанести какой-то серьезный урон, порезать мечом, еще что-то, он просто не будет обращать на это внимание. У него единственная мысль в голове, которая постоянно пульсирует, есть объект, есть враг, задача уничтожить. Но самое невероятное в том, что состояние транса заразительно. Иначе говоря, толпа гораздо легче и чаще впадает в состояние транса, чем один человек. А все потому, что это состояние по своей природе напоминает сильнейший экстаз, который, к примеру, может испытать толпа на концерте любимого исполнителя. Психологи даже выделили такую толпу в отдельный тип и назвали ее экстазный ритм толпой. Они превращаются в экспрессивную, далее они превращаются в экстазную толпу. И далее, вот опасность в чем? Когда концерт прекращается, музыка прекращается, экстазная толпа может легко превратиться в стяжательную и бросаться, оборвать, оторвать, кусок оторвать. Силу такой толпы ощутил на себе участник группы «Нана» Вячеслав Жеребкин на одном из концертов. Во время выступления он бросился прямо в толпу поклонников. Я думал, что люди меня поймают и на сцену выкинуть обратно. Нет. Я прыгнул в толпу. Мало того, что я ударился головой об что-то голову. И меня начали раздирать на части. Одни тянут в одну сторону, другие в другую. Меня, знаете, как в болото засасывало. Десятки рук стали рвать на части одежду своего кумира. Но и этого им показалось мало. Опьяненное счастьем, пребывая в эйфории от всего случившегося, толпа стала тянуть Вячеслава в разные стороны, чтобы каждый мог прикоснуться к кумиру. И я расслабился. И понял, что когда сопротивляешься, еще больше народ начинает противодействовать твоим движениям. Да, и тебя может вообще там растоптать. И я расслабился и так потихоньку сполз. Было принято решение остановить концерт, и артисты уже направились в гримерку. Но в этот момент из толпы раздался громкий голос. Кто-то сказал, давайте от них после линерчика оторвем. Так призыв одного человека стал руководством к действию для сотен других. Толпа фанатов в ту же секунду ринулась к сцене. Толпа ринулась, и никакая охрана там не сдержала. И в результате мы в одних трусах дошли до гримерки. Пытались через костюм ногтями выскрести кусок мяса, вырвать кожу, кусочек ДНК оставить. Да, да, да. Фанаты буквально рвали певцов на части. В ту минуту никто из этой толпы не задумывался о том, что в их руках оказались живые люди. С трех сторон мгновенно толпа прорвала оцепление и ринулась к сцене за кумирами, чтобы быть к ним поближе. Это совершенно подспудное и предсказуемое, но неуправляемое чувство. И я понял, что они не успеют добежать до сцены, потому что были там какие-то вот эти прорехи, куда рванул зритель, ближе к сцене, а не просто их растопчут. К чему тогда могло привести такое безумие фанатов, неизвестно, если бы в происходящее не вмешался Барри Алибасов. И я прекрасно понимаю, что толпа в этот момент неконтролируема. У них есть такой совершенно инстинктивный позыв. Не знаю, откуда у меня взялась там десятая космическая скорость, как я пулей прилетел к микрофону в центр сцены и заорал благим матом «Стоять!» И они остановились. Спустя некоторое время стало ясно, что никакая охрана и силовики не смогли бы усмирить толпу. И это не случайно. Психологи утверждают, толпа легкоуправляема, но подчиняться она готова только своему лидеру. Последние открытия психологов говорят о том, что толпа это самый настоящий живой организм, которому под силу то, что никогда не сделает один человек. Но толпа опасна только в том случае, если в ней вожак. Без него это обычное скопление людей, обезглавленное туловище, которое не может самостоятельно действовать. В какой-то момент, находясь в толпе, у человека отключается индивидуальный разум. И действуя по закону как бы заражения, ну, этому предшествует закон внушения. То есть толпе легко внушить какие-то нужные фразы, если есть, как правило, хотя бы около пятидесяти человек, обладающих очень сильной энергией и являющихся природными лидерами. Таких лидеров истории известно немало. Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер. Все они имели невероятную популярность у народа. Однако шли к ней долгие годы. Более того, историки утверждают, многие советские и западные лидеры разных времен использовали целый ряд приемов воздействия на толпу. Фиксация взора, властные повелительные команды и даже гипнотические жесты. В современной науки манипуляция жестами называется маркирование. Это один из таких современных способов управления толпой. То, что происходило в Германии, их выкрик «Хай Гитлер» и выброс руки, он происходил ровно через определенные промежутки времени. Постепенно толпа начинала подходить к этому ритму и вокруг этого ядра оно начинало как бы обрастать. И по мере обрастания вся толпа заражалась автоматически. Психологи утверждают, жестами и ритмичными выкриками лидер может сделать из обычной группы воинственную и бесстрашную толпу. Недаром многие из известных исторических личностей славились яркой динамичной речью и собственной, характерной только для них жестикуляцией. Ну вот, если рассматривать выступление Ленина, он часто держал руки в жилетке таким образом. И в зависимости от нужды, как бы, в зависимости от обстоятельств, то есть возбудить толпу или успокоить эту толпу, он делал похлопывающие движения. То есть автоматически, если похлопывающие движения более медленные, толпа успокаивалась, более быстро толпа начинала заводиться агрессироваться. Для того, чтобы собеседник уловил направленный на него жест, не обязательно быть рядом. Истории известны примеры массовых психозов, когда миллионы людей были готовы выполнить все, что скажет человек, находящийся от них за тысячи километров. Так проходили сеансы экстрасенса Алана Чумака, который использовал определенный набор жестов, буквально зомбируя тех, кто находился у телевизора. Более того, за каждым жестом стояла фраза, которую необходимо было внушить телезрителю. Примерно это выглядело так. Вам будет хорошо, вода заряжается, вы чувствуете себя все лучше и лучше. Жестикуляция плюс жест, она очень четко отпечаталась. Что происходит? Когда человек на протяжении 20-30 минут смотрит один и тот же жест, происходит утомление глазных нервов. если вы просто в реальной жизни сядете и посмотрите на качающийся маятник перед вашими глазами, то через определенное время вы заметите, как ваше тело начнет впадать в ритмик и вы начнете также качаться, следить за маятником. Вместо маятника Алан Чумак использовал просто жест. Тот же жест, который используется при манипуляции в толпе. Жест, который использовал для массового программирования Алан Чумак, не случайен. Он подсознательно ассоциируется у человека со многими жизненными ситуациями, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. То есть в его бессознательной части четко запрограммирован жест, идущий сверху вниз. Это два самых распространенных жеста, которые мы встречаем в нашей жизни. Любое движение руки это определенное как бы выключатель, которое запускает внутреннюю программу на то же выздоровление. Та же, как и жест параллельной земли. Если несколько человек подастся такому воздействию и согласятся с тем, что им внушают, то дело останется за малым. Последние исследования психологов привели к шокирующим результатам. Оказалось, так называемое статное чувство у людей развито намного лучше, чем у животных. А это значит, что человек устроен так, что скорее сделает как его друг или сосед и поверит первому встречному, чем своим собственным глазам. Человек, когда он находится в толпе неорганизованной, у него резко падает интеллектуальный уровень, да, зато он становится доверчивым, некритичным, и он все воспринимает за чистую монету. То есть его можно очень легко в этот момент ему внушить все, что угодно, что белые это черные, что то, что плохо это хорошо на самом деле, да, и он ориентируется скорее на эмоции других людей, чем на свои собственные эмоции. Подобными психологическими приемами массового воздействия успешно пользуются лидеры сект. Пользуясь безграничной властью, они подчиняют себе сотни тысяч людей, делая из них безвольных рабов. Одна из самых масштабных и опасных сект, которая только по подсчетам на 1995 год имела 9 тысяч адептов в Японии и 40 тысяч по всему миру. Аум Сенрикё. Первичный вход в секту. Его там понимают, у него складывается ощущение того, что его здесь любят, его видят. И в этот момент он еще находится в индивидуальном порядке. То есть то, что он искал понимание, заботу, он здесь нашел. Но он еще не член секты. Но по мере того, как он начинает пропитываться духом, какими-то формулировками, фразами лидеров этой секты, он начинает вливаться в толпу секты. Основатель Аум Сенрикё, японский проповедник Сёко Асахара, называет себя духом истины, живым воплощением всех человеческих знаний и даже строителем всех мировых пирамид. В 1995 году адепты секты по приказу своего лидера совершили теракт в токийском метро, запустив под землю отравляющий газ Зарин, который унес жизни 13 человек. Можно отдать приказ броситься в море, взять в руки горящие угли, что-то ещё, и он этот приказ выполнит вне зависимости от того, чем это будет для него опасно, чем это будет ему грозить. И вот эти вот два аспекта, с одной стороны полная управляемость, с другой стороны одновременно вхождение в это состояние большого количества людей, они, разумеется, взаимосвязаны. Сегодня секта Аум Синрикё входит в число самых опасных террористических групп в США, Канаде и в странах Евросоюза. Но, несмотря на это, в секту приходят всё новые адепты. Словно зомби, они собираются вместе, чтобы проводить массовые ритуалы и обряды, которые, по их словам, позволяют прикоснуться к великим знаниям, которыми обладает их лидер. Один из таких ритуалов – духовная практика, когда участники секты синхронно, словно в трансе, повторяют все его действия, постепенно теряя волю и становясь послушной куклой в руках умелого кукловода. Почему вдруг совершенно нормальные, здоровые люди, которых там есть семья, работа, дети, вдруг начинают эти песнопения, восхвалять какого-нибудь недоросля, какого-нибудь сумасшедшего, который выдает себя непонятно за кого, начинают заниматься чёрт знает чем и тоже очень жестоко расправляются с людьми, которые там с ними не согласны. Недавние открытия психологов стали настоящей сенсацией. Сила протяжения между людьми чаще всего оказывается сильнее инстинкта самосохранения. Мы словно животные можем чувствовать страх и радость друг друга, даже если мы не встречаемся глазами. И зачастую человек готов отдать всё, что у него есть, в обмен на одно лишь чувство локтя. Когда мы собираемся вместе, с нами происходит то, чему наука пока не готова дать объяснение. Мы попадаем во власть толпы, где стираются все границы, где исчезают личности и начинается единый коллективный разум, предугадать и победить который невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok